На такую работу требуется особое благословение. Икона выполнена в соответствии с православным каноном, на дереве с поволокой и грунтом, минеральными красками, растертыми на яичной эмульсии и покрыта натуральной олифой. В предоставлении достаточно дорогих материалов большая заслуга местной церкви. Кстати, до этого в пятой колонии уже отбывал срок один умелец. Игорь Нужин стал практически его учеником. Тяга к рисованию была, оставалось поработать над техникой. Конечно, это довольно-таки сложный переход, потому что одно дело просто рисунок какой-нибудь, допустим, или картина, другое дело икона. Это более духовная работа, к ней надо относиться по-другому. В колонию все попадают разными дорогами. Тут главное – суметь провести переоценку ценностей. Сам автор картины родом из Баку. В Рязанской области оказался в начале 90-х вместе с родителями. Осужденный Нужин Игорь Вячеславович, как бывает, срок с 2008 года, осужден судом. В нашем подразделении он находится с 2009 года, но осужден за тяжкую статью. Характеризуется положительно. Посещает библиотеку учреждения, исповедует православие и посещает храм. А воспитательная роль, как вы считаете, какова? Все-таки для них, наверное, непросто. Одно дело – просто нарисовать что-то, второе дело – икона. Согласен, что просто картина и икона – это две разные вещи. Когда пишет человек икону, надежда, у него очищается душа. Дай бог, чтобы так оно и было. И из колонии можно выйти не просто бывшим осужденным, а еще и в первую очередь человеком.